С самскими активистами. В чем состоит сейчас основная суть вашей деятельности? Как вы работаете с выборным органом, который называется самский парламент? Вообще из чего он состоит? Что это за структура? Насколько она действована, если говорить о случае Российской Федерации? Потому что известно, что везде, во всех остальных странах самского расселения существует национальная автономия. Она более или менее работающая. А что в России с этим? Как это развивается? К чему идет? И, может быть, как вы способствуете этому процессу? Начнем, наверное, издалека. Сначала от Тирвейльбите. Я говорю, здравствуйте, на самском. И начнем издалека, если говорить, что Саамы – единый народ. И он просто живет на территориях четырех стран, разделен границами. И то, что есть за рубежом, в Финляндии, Швеции, Норвегии, у них, можно сказать, не автономии. А каждая губерния определяет, согласно своим документам, у Чири, уставным и законным. То есть определяет, кто такие Саамы. То же самое так и у нас в России есть закон и есть единый перечень, где определяется коренной народ Северной Сибири и Дальнего Востока. И вот Саамы проживают на территории Мурманской области. И у нас есть устав Мурманской области, статья 21, который говорит о том, что Саамы являются коренным народом Мурманской области. Вот с этого, в принципе, мы начали работу над созданием выборного органа, то есть который называется, тогда назывался на первом съезде, в 2008 году он назывался Совет уполномоченных представителей Саамы в Мурманской области. А в последующем, уже в 2010 году мы провели Второй съезд, и мы его назвали Куэлнагнярг Саамсобар. То есть это исторически сложившееся название Саамсобар, Саамсуим, это собрание Саамов. Вот, и, ну, для того, чтобы было удобно и правильно понятно, как английский язык, да, то есть версия английского языка, то есть его назвали Саамский парламент. И, в общем-то, на этом начались у нас небольшие перипетии в отношении вот именно самого названия. Структура, она фактически была рабочая, избиралось и 9 человек на собрание, вот, представители со всех территорий Мурманской области, где проживают Саамы. Вот, это был действительно выборный орган, который должен был, по крайней мере, взаимодействовать с властью, и на основе постановления правительства Мурманской области или губернатора Мурманской области должен был создан быть такой совет, который бы взаимодействовал со всеми органами власти, как законодательной думой, так и исполнительной властью. Вот, ну, а в дальнейшем, конечно, было очень много моментов, и если сказать о сегодняшнем дне, то мы сегодня взяли, можно сказать, тайм-аут такой, небольшой тайм-аут. Почему? Потому что у нас прошел в 2014 году третий съезд, третий съезд, который делегировал представителей с общественных организаций. То, что не совпадало с положением о первом и втором съезде, где мы выбирали территориально, то есть с каждой территории. Не от общественных организаций, не от юридических организаций, а именно от территории. И вот на этом, в общем-то, у нас произошел, как говорится, можно сказать, раскол, что ли. Вот, то есть разделились мнения, и был проведен третий съезд в 2014 году, который, в общем-то, позволил избрать еще один СОБАР. Назвали так и сам СОБАР. Теперь у нас в области два таких, как говорится, две такой структуры, которые одна находится при правительстве Мурманской области, а вторая, в общем-то, самостоятельно. Что мы и представляем сегодня с Андреем. Я думаю, что Андрей немножко расскажет свое видение по этому поводу. Ну, прежде всего, когда мы не на первом съезде, эта идея возникла. Эта идея возникла у двух общественных организаций, которые представляли, почти там много было САМов, практически все САМы были, это общественная организация САМ Хурманской области и Ассоциация Кольских САМов. Они заключили соглашение между собой о начале работы над выборным представительным органом. То есть это был орган, задумывался он как орган, который исторически так сложилось у САМов. У САМов еще была САМская волость своя. У САМов были свои судьи, мы разбирали свои внутренние дела сами. То есть ни царь, ни государство не вмешивались в наши дела, мелкие дела решали сами. Мы отводили кому какую территорию, где кому рыбачить, этот род может там рыбачить, этот может там род рыбачить. Это был такой свой выборный представительный орган. По задумке нашей и по исторической сложившейся традиции, мы задумали именно этот выборный представительный орган... Восстановить. Восстановить. Именно в том плане, что каждый САМ мог бы участвовать, делегировать людей и принимать участие в деятельности САМов. То есть от каждого рода, по сути, был представитель. В каждом месте собирались люди 10 человек. Как правило, это обычно люди одного рода. Как вот меня выбирали на делегатов, я потому что на себе немножко расскажу. То есть собрался мой род, там 10 человек, и сказали, ребята, Андрей, иди ты от нас делегируй, встречай наши интересы. Вот это был исторический принцип. Также проходил и второй съезд. Было выгодно положение оконных, например, САМСОБАР на втором съезде, и на первом положении Совете полномочных представителей, который был создан на основании российских законов, действующих российских законов, и в итоге мы стали действовать. Ну, а так как вошли в него люди, по моему мнению, не стали взаимодействовать власти, именно потому, что вошли люди, которые имеют свое мнение и которые отстаивают мнение народа. Есть такие мнения ручные САМы, ручные люди, которые они подвластны чужому мнению. Я считаю, что есть в каждом государстве, в каждом обществе такие люди, которые говорят не на благо общества, не на благо своего народа, А которые прислушаются чисто свои меркательные. Это может быть личностные абиции, которые говорят, что я такой-то, да, я там избрался, вот мне вот доверили. Все. А цели они не видят, почему они это действуют. Наша цель именно чтобы сохранение народа, сохранение языка, создание условий для его сохранения, что именно не важно. И еще с 2010 года мы разрабатывали проекты законов о СААМИ. Это вообще другая история, где мы говорим о том, что нам нужен закон о СААМИ. И этот закон был внесен в Думу депутатам областной думы. В Мурманской области закон был. Но почему-то он не пошел. И создали другой закон, который сейчас не работает, он не регламентирует наши права. Он узкий закон. Я думаю, если Валентина дополнить. Да, я хочу дополнить просто, когда вообще, почему мы задумывали САМский парламент, и почему мы его сейчас так называем, чтобы было удобно и понятно, потому что люди путаются. Вот. Так как у нас два теперь САМСОБОРа. Вот. Почему мы задумывали вообще, да, что мы вообще хотели, чтобы действительно каждый человек от своего рода выдвинул своего делегата, да. Эти делегаты доверяют, например, одному количеству людей. Мы тогда утвердили 9 человек. Вот. Они утверждают, что выбирают и утверждают вот эту группу, которая будет являться представителями от СААМО. И нам было очень важно вот именно закрепить это представительство. Почему? Потому что с нами тогда нужно было согласовывать все, все, например, какие-то, как говорится, вот, например, территориальные вопросы, да, вопросы, которые связаны с освоением земель. Потому что это не, это, вот, Мурманская область, она считается вообще кладезь, как говорится, таблицей Менделеева, да, и на этом фоне, в общем-то, она является стратегическим запасом вообще России, Мурманская область. Вот. И любое освоение, да, любое территории, она должна была согласовываться с коренными жителями. Коренными жителями Мурманской области это СААМО. Отсюда, вот, в принципе, встал-то и вопрос, что согласовывать с теми, которые действительно будут отстаивать право, да, жизни на этой территории, право освоения, или все-таки с теми, с кем можно договориться? Удобно говорить. Это не мы придумали, не Валентина Совкина, не СААМский народ это придумал. Это основано на международных актах, это основано на декларации коренных народов ООН. Это и есть акты, которые Россия подписала, ратифицировала. Это основано на ток органов, чтобы... Так, конвенция о биологическом разнообразии, да, и так далее, и так подобное. То есть вот эти все, вернусь к тому, что почему мы изучили все эти документы, международные документы, мы изучили, как строится структура СААМского парламента Финляндии, Швеции, Норвегии. Вот, мы изучили исторический аспект, то, что было сто лет назад, что у нас был сам СОБР, сам СУМ, да, который действовал на территории Мурманской, не Мурманской области, да, Лопатской области. Вот, и на основе вот этого мы решили, что действительно, почему бы нам не возродить, почему бы нам не застолбить вот именно вот такое право. Потому что, почему мы еще подняли, потому что у нас нет законов, которые действительно защищают наши права. У нас есть два закона основных, это помимо Конституции, конечно, и Устава, у нас есть два региональных закона, это о северном оленеводстве и закон о гарантиях, о поддержке общин и тех, которые занимаются традиционной деятельностью. То есть, это очень узкие законы, которые, в принципе, не охватывают всю специфику жизни представителей коренного народа Мурманской области СААМ. Вот, и поэтому мы, когда встали говорить о том, что нам нужен именно закон о СААМах, в котором входят различные направления, такие как оленеводство, рыболовство, сохранение саамского языка, культура, даже саамское рукоделие. Потому что у нас сегодня очень много моментов, которые, в общем, как говорится, используются различными структурами. Даже сейчас вот туркомпании, сейчас туризм очень сильно идет, так, экспансия туризма, да. И сегодня нам приходится отстаивать, чтобы, вот, например, если берут наши названия, если используют нашу культуру, традиции, чтобы либо тогда они доносили правильно, но не фейк, да, то есть не подделку давали. Потому что, как правило, мы сталкиваемся, в общем-то, с очень некрасивыми ситуациями, когда действительно люди одевают, например, самскую одежду или стилизованную какую-то самскую одежду и говорят, вот это самский шаман, он сейчас вам с бубном потанцует, вам сейчас желание само загадайте, вот-вот, пожалуйста, вы познакомились с самской культурой. Мы, конечно, протестуем против этого и встаем и поднимаем, целые акции проводим, нет фейку, нет подделки. И, в общем-то, пытаемся, чтобы донести, что как правильно нужно использовать костюм, как правильно он должен, как говорится, носиться, кем он должен носиться. То есть вот эти моменты, конечно, мы все поднимаем. Это вот одна из составляющих работы самского парламента, честно говоря. Потому что мы бы очень хотели сотрудничать и мы бы очень хотели взаимодействовать с органами власти, но пока на сегодняшний день мы не находим поддержки, понимания и нам стараются говорить, что у вас не существует, у вас нет, вы не существуете и так далее и так подобное. Но мы есть, существуем, мы работаем. Самое главное, конечно, чем мы принципом всегда регулируемся, это уважение к народу сами, к его традициям и его законам традиционным, историческим. Это самый главный принцип, который мы ставим всегда в углу в угла. Ну вот скажите еще такой момент, когда говорят о... Когда мы сейчас обсуждаем, вы рассказываете о трудностях, которые вы встречаете на своем пути, возникает соблазн трактовать это как некоторое старое такое имперское наследие. Но ведь получается, что это не так. Потому что как раз времена империи, согласно вашим словам, времена Российской империи, собственно, исторического периода ее существования, как раз говорят о том, что автономии были значительно шире, о том, что были возможности и эти права соблюдаются. С чем вы связываете нынешнюю, сегодняшнюю индифферентность? Есть ли нежелание, сознательное, последовательное нежелание со стороны государства или со стороны конкретных чиновников, вне зависимости от того? И вряд ли государство какое-то абстрактное, ответственность за это, есть просто конкретные какие-то группы бенефициариев. С чем вы связываете вот эту последовательную индифферентность? Почему вы встречаете трудности на пути, казалось бы, обоснованных требований? Потому что, в общем-то, никто же не говорит о том, что государство должно отсюда уйти каким-то образом. Какое-то государство здесь будет в любом случае, оно уже здесь есть, оно здесь давно. Но вот с чем вы связываете эти трудности исторические, к чему вы бы отослали, следствием чего являются эти трудности сейчас? И почему даже такие вещи, как культура, казалось бы, вне политики, вне экономических стимулов? Я хочу как раз отметить, что во времена Александра Второго, когда был принят устав об инородцах, и как раз тогда было очень много прав у представителей коренных народов, вплоть до того, как экономически им выживать, сотрудничать и взаимодействовать с органами власти, и даже защищали от алкоголя, чтобы, не дай бог, кто-то приезжал и пытался привезти огненную воду, испоить представителя коренного населения. То есть это, в общем-то, для меня лично, я думаю, если бы наши правительства немножко бы вернулись назад и прочитали хотя бы этот устав, он бы мог бы сейчас быть одним из предметов для обсуждения очередного закона, мне так кажется. Но это, как говорится, пусть будет эта хорошая идея, может быть, когда-нибудь она осуществится, потому что любая мысль, уносящаяся ввысь, она, в общем-то, когда-нибудь находит своих почитателей. Но к тому, что сегодня происходит, и что мы сегодня видим, мы бы, конечно, нам хотелось быть вовлеченным в обсуждения, вовлеченным в различные взаимодействия, но мы пробовали, мы это делали. Мы встречались с представителями областной думы, с представителями правительства Мурманской области, мы пытались донести все наши видения о том, что мы хотим, да, как можно устроить, ну, как человек устраивает собственную жизнь, да, он же хозяин в собственном доме, то есть он знает, что ему делать, да, на что тратить бюджет, как сегодня убираем, завтра стираем и так далее, да, то же самое и тут, в общем-то, мы были людьми, которые, или нам бы хотелось, что мы, которые понимают изнутри жизнь нашего народа, то, что мы выросли на этой территории, мы знаем все вопросы, проблемы, которые, в принципе, возникают, и поэтому мы знаем, как нужно строить вот эту работу, но для того, чтобы ее строить, нужно что? Конечно, нужна определенная поддержка правительства и, естественно, бюджетная строка, без которой не обойтись, потому что без финансирования нет. Единственное, что мы пришли к чему? Раз финансирования бывает нет, то есть нам надо ставить вопрос так, мы должны сами зарабатывать. То есть мы сегодня, в общем-то, ну, ставим этот вопрос, чтобы у нас были свои предприятия, свои, например, ИП, там, или организации, которые могут зарабатывать и создавать определенный фонд, да, вот, того, чтобы можно было помогать своим самым. Но это тоже очень долго тянется, потому что, действительно, у нас сегодняшний день, можно сказать, исторические, ну, самые были, ну, или есть и будут, наверное, может быть, я не знаю, на самом деле, как это в дальнейшем будет, но мы не являемся в органах власти представителями. У нас нету самов среди руководящих должностей, да, нету среди органов власти. У нас даже депутаты, когда мы выдвигаем, да, депутаты, у нас, в общем-то, только по Лавозетскому району проходят, вот, например, ну, один-два представителя. То есть если в прошлом году, прошлый созыв было три человека, то в этом году вообще один человек, то есть вышел депутат. То есть вот какая-то система такая, она, знаете, как говорится, без четкой поддержки. Вот если бы правительство было заинтересовано в том, чтобы, да, то есть тема самская была озвучена, и она находилась, как говорится, на уровне понимания, и люди слышали о ней, то сегодня, в принципе, мы только представлены культурой. Только культурой. Мы проводим фестивали, мы проводим различные семинары по рукоделию, например, и так далее, то есть, ну, учимся друг у друга, только лишь, потому что все вот большие глобальные вопросы, как освоение недр, или там развитие оленеводства, развитие рыболовства, в общем-то, эта тема для нас очень специфична и практически закрыта, потому что, как я уже говорила, что нет своих представителей, которые могли бы озвучивать на этом. Поэтому мы и поднимали вопрос о выборном органе, потому что вот это как раз те, тот глашатый, который говорит и показывает, как это нужно делать. Почему еще нужна нам такая концепция, да, концепция развития? В Мурманской области концепции такого развития нет. Ну, у нас есть концепция развития, устойчивого развития коренных молодчих народов в Северосибири, но сегодня она тоже потерпела фиаско, и сегодня все, даже чиновники, они говорят, что она уже не имеет, то есть ее надо дорабатывать. Буквально вот вчера Путин был в Ханты-Мансийске, да, и он заявил о том, что необходимо создать фонд поддержки коренных, языков коренных народов, да, то есть у нас уже создан фонд поддержки коренных народов при ассоциации коренных молодчих народов Северо-Сибири и Дальнего Востока. Ну, это главная наша ассоциация, которая, в общем-то, поднимает вопрос на уровне правительства. И в итоге получается, что вроде бы пишут концепции, да, то есть, ну, такое создается впечатление, что как будто люди в кабинетах пишут их. Они не выезжают на места и не видят, что происходит на самом деле на местах. Вот, поэтому это для нас очень большая проблема, конечно, потому что нам бы хотелось, чтобы нас услышали, нам бы хотелось, чтобы нас увидели, и, по крайней мере, ну, то, что мы говорим, приняли для того, чтобы можно было сделать и законодательную базу в соответствии с тем, что сегодня есть, и программы, которые бы работали действительно на развитие, и на сохранение, и развитие не только самского народа, но вообще всех коренных народов, которые проживают на территории России. Я добавлю Валентину, потому что она говорила, что нет представителей. Мы не сидим сложа руки. Дело в том, что мы же не сидим сложа руки. Мы создали, мы предложили правительству свою модель исторически, которая работала. Работала в прежние годы, работает в других странах. Я отмечу, что самский парламент Норвегии, он признан как эталоном, эталоном самоопределения, демократии. Вот, мы не будем говорить, кто такие он, да, почему они говорят. Если люди сказали, что да, это модель, они ставят всем народом, коренным народом, вот модель. Мы предложили эту же модель нашему правительству. Эта модель работает на Сахалине, там есть совет уполномоченных представителей, которые действуют. У них нет закона, они просто собрались. И там губернатор, да, правительство, не знаю, кто там у них сейчас есть, изменения, но он действует, и люди собираются на съезд, выбирают свой орган. Там много народов, не один, как у нас сами, а много народов. И они нашли вместе язык, и они говорят, что они действуют у них. И у них есть свой представитель в облдуме, который избирается из председателя этого совета уполномоченных представителей, и он защищает в законодательном органе, вполне резонно по указу по законодательству российскому, он защищает интересы на законодательном уровне. Это есть, это действует. Мы предлагали такую же модель и у нас. Хотя нам говорили, что не надо, этого нет, но она есть, она действует, она исторически действовала. Мы не сидим, сложим руки. Я выдвигался депутатом в областную думу, Валентина выдвигалась депутатом в местные органы власти. Другие люди делают как-то. Но мы предложили ту модель, которая бы могла взаимодействовать не на основе выборов, потому что на сколько число самов? Это 0,1% от всей жителей Мурманской области. Даже если все самые соберутся в одном избирательном участке, проголосуют за одного человека, они не наберут даже, не выберут большинства, потому что нас мало. Нас 1599-1799 человек всего вместе с детьми. Это представляете, сколько нужно, чтобы все мы пошли на одном избирательном участке. И государство взяло на себя определенные функции, и взяло на себя определенные обязательства по сохранению коренных народов, нашей культуры. Культура, Валентина, правильно стоит. Она состоит не только в станциях, плясках и сохранении языка, той модели языка. Оно самую главную роль играет правовой аспект. То есть право, закон должен быть, который регулирует право на культуру, сохранение культуры и сохранение развития, право на землю, право на традиционные виды деятельности. Три костяка. И когда мы говорим, что на культуру и танцы мы говорим, о да, замечательно, нам все здесь хорошо. Когда мы традиционные виды деятельности, мы говорим, да, можно, но там туризмом нельзя заниматься, а вот можно вот этим заниматься. Мы это тоже понимаем. А когда говорим, нам нужен закон, чтобы сохранить нашу землю, землю предков, чтобы по нашим могилам не ездили вездеходы, чтобы я мог на свою родовую землю прийти со своими детьми и показать вот этим неводом, вот эта сетка, я вот так вот тут рыбачил. А я не могу сейчас это делать. Я не могу ни по российскому закону делать никак, потому что есть законы о рыболовстве на землю, эта земля находится там у туристической компании, тут нельзя нам рыбачить, тут мы браконьеры, и нам выделяют квоты, заявка, комиссия, квоты, сегов. 12 килограммов сегов мы можем выловить в год. Это что такое? Вот что, я сетку ставлю, я сетку с одного выхода могу поставить 20 килограмм, я практически браконьер за один раз. Это же неправильно. И мы предлагали пути реализации, мы предлагали законы, мы создали по решению второго съезда фонд самского наследия и развития. Нам говорят, у вас нет юрлица, мы создали юрлицу, мы действуем, мы действуем в рамках российского законодательства международного права. Но так как личности Данилов и Совкина и другие люди, которые говорят, много говорят и не скрываются, не боятся говорить, то получается, что этот не нужен. И сделали двойники. На самом деле, почему происходит так? Действительно, то, что мы говорили 10 лет назад, оно сегодня потихонечку все-таки осуществляется. И мне кажется, что те мысли, которые мы озвучивали, про реестр, например, так как у нас очень проблемная ситуация со статистикой, сегодня, если раньше собирали о коренных народах статистику, сегодня статистики как таковой нет. Есть только, мы ссылаемся на перепись, единую перепись, которую проводят, например, 2010 года, проводят обычно наши госорганы. А по коренным статистики как таковой нет. Смертность, рождение, заболеваемость, допустим, социальное обеспечение. Есть у нас институт Академии РАН, который находится в Аббаритах. Они иногда выполняют такие заказы небольшие, то есть они проводят статистические данные. Мы тоже на них ссылаемся, но это очень мало. Если бы ежегодная статистика была, мы бы могли видеть, насколько работают программы, которые сегодня утверждены, например, правительством Мурманской области или федеральным правительством. Как они работают, что хорошо, что плохо, что поднялось, что действительно ухудшилось. Вот если бы вот это все было, почему мы создавали опять Самский парламент? Для того, чтобы вот это было введение именно тоже Самского парламента. Потому что они запрашивают стат данные, проводят анализы, то есть анализ проводит деятельности и предлагают какие-то варианты, что где исправить. Вот. И мне еще кажется, что вот что сегодня происходит, вот почему у нас так какое-то вот непонимание, может быть, что ли, да, или вот нежелание, может быть, понять, в какой-то степени, может быть, даже как-то побаиваются, что ли. Потому что наш активизм, он предполагает, что у нас же, мы же живем на территории России, да, но у нас есть братья-сестры за рубежом. И почему-то мне кажется, что вот именно вот увидят какой-то подвох именно в том, что если мы активно начнем сейчас работать и будем делать так же, как, например, за рубежом, то в недалеком будущем мы захотим чего-то там, в общем-то, сделать, отсоединиться, присоединиться и так далее. Вот как вы говорили про национальную автономию, да, что может быть, быть национальной... Потому что понятия национальной автономии, да, бывают разные. То есть как общественная организация, какая-то структура в регионе, в районе, например, да, мы берем территорию, создаем там, поставим дома, создание вот таких вот, ковокс, например, веш поставим, да, и будем говорить, вот это наша культурная самская автономия, мы тут вот проводим этнические всякие различные мероприятия, которые, в общем-то, рассказывают о культуре, о культуре, вот, но не более того. То есть это туристический фактический объект будет. Вот, поэтому нам бы, конечно, хотелось, чтобы у нас действительно была своя территория, которая даже вот Лавазерский район, как национальный район, да, который со временем исторически же его соединили со всех районов, то есть у нас, когда пошло освоение Мурманской области, да, в 60-е годы, у нас сам со всех поселков по побережью и различных поселков, которые стратегически нужны были, их просто сослали в Лавазер, то есть соединили в Лавазер. И теперь всегда говорят, вот Лавазер, это, можно сказать, самская столица, но она, честно говоря, надумана самская столица, потому что нас сослали в свое время сюда. Да, и мы там теперь вот, в общем-то, аккумулируемся таким образом. Да, ну, раз уж называете самская столица, ну, давайте мы ее сделаем самской столицей. То есть так сделаем, чтобы действительно вот вы приехали, и вот мы вам развернули и показали всю и историю, и культуру, и традиции, которые сохраняются на этой территории. Мы только за. Вот это как одна из концепций будущего, как говорится, да, чтобы если что-то можно предложить для нашего правительства. Мы говорили, что некоторые самые нам говорят, что это не мы говорим, это самые говорят, что нужно национальный район, именно национальный район. Чем он нужен? Почему нужен именно национальный район? Потому что у них есть своя концепция будет, именно направленный национальный район. То есть здесь немножко, как бы сказать, люди, не мы говорим, люди говорят, что нужен национальный район, чтобы он был... Ну, чтобы было видно, все, что занимают, как проходит жизнь самок. Там же можно, например, в соответствии с российским законодательством, у нас сейчас нельзя изучать самский язык. А в национальных республиках и автономиях можно. Вот здесь национальный район как раз и пригодится. Да, для изучения. У нас проблема, у нас сегодня сократили самский язык в школе. Если раньше было начальный класс, первый и четвертый класс изучали, пусть раз в неделю, но они в течение года изучали, то сегодня только первый класс, и получается, как такой исторический аспект больше, национально-культурный аспект изучения самской культуры и самского языка. Вот, факультативно сейчас предложили, вот говорят, ну, сейчас мне как не говорят, когда мы начинаем теребить, да, они говорят, ну, вы понимаете, ну, мы же вам факультативно-то разрешаем, вот, пожалуйста, у вас преподавателей нет. Как нет, у нас есть преподаватели, просто там ставки действительно такие маленькие, что люди фактически требуют очень много отчетности, да, а ставка не подразумевает. Нам нужно хотя бы начать основу говорить. Также насчет самского радио, да, когда мы говорили, что у нас Лавазерский район не имеет своей национальной радиостанции, которая бы могла вещать на район. То есть был большой проект, который, в общем-то, фактически не удался. Я сейчас являюсь как раз директором самского радио, я могу, конечно, рассказать, это другая немножко история, но она тоже как отражение того, что сегодня они не видят, не слышат и не хотят, по крайней мере, услышать, что происходит именно с самским народом. Мы хотим сохраниться, мы хотим жить дальше, мы хотим, чтобы у нас язык звучал, это основа нашего, как говорится, наверное, основа всей жизни, потому что если есть язык, значит, есть народ. Нет языка, нет народа. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы звучание самского языка было везде. Но пока вот... Но я все-таки подведу черту, дело в том, что чем важен выборный представительный орган. То есть то, что мы сейчас видим, в Мурманской области сейчас 37 общин, две общественные организации, один фонд, три национально-культурные автономии на 1599 человек, представляете? Это что такое, да? И когда мы говорили раньше, в 90-е годы, вот когда в 2008 году, когда начинался выборный представительный орган, когда я начинал говорить о том, что две общественные организации, представляющие самов, собрались. Что сейчас стало с этими двумя общественными организациями? В преддверии подготовки к съезду, 4-му съезду, люди начали собираться. Собрались ассоциации окольских самов. Валентина была там... Сколько там было, Валентин, человек? Ну, до 20, скажем, да? До 24. Это актив Лавазерского района, где проживает 900 саами. Вот представьте, 20 человек. Это голос народа или не голос? Вторая общественная организация саамов Мурманской области, ООСМ. Собралось больше, 25 человек. Опять из этих же 900 человек. То есть всего вместе собралось 50-60 человек, активистов, членов организации, которые желают что-то изменить. Они могут, это и эти две организации по положению, которое делалось на компьютере Министерства юстиции Российской Федерации. Ну, делалось, есть факты, есть файлы, есть свойства файлов. И они говорят, только эти две организации делегируют. Кто делегирует? 60 человек из 900? Это сложный вопрос. И почему мы говорим на первом, на втором съезде, самый важный вопрос, исторический это сложился, что все сами могли бы делегировать. Делегирует он, не делегирует, но у него есть право. Этого права сейчас лишили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!